Здравствуйте, меня зовут Шпилов Илья Александрович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Истории Сибирского отделения Российской Академии Наук. Собственно, представляю сегодня свою монографию «Академические экспедиции XVIII века. Роль вспомогательного персонала в изучении Сибири». Монография приурочена к грядущему 300-летию Российской Академии Наук которая будет праздноваться в следующем году, в 2024-м. Подготовлена она в секторе археографии и источниковедения Института Истории Суран. Книга, ее рукопись стала победителем конкурса Фонда Истории Отечества при финансовой поддержке которого, собственно, и была опубликована. Ответственным редактором издания стал доктор исторических наук Александр Христианович Элерт, выдающийся историк, специалист в истории Сибири XVII-XVIII века. К сфере интересов которого также относились и академические экспедиции, прежде всего научное наследие Герарда Фридриха Миллера, знаменитого российского историка и ученого, участника Второй Камчатской экспедиции, о котором также будет в презентации сказано. К сожалению, Александр Христианович уж в ноябре 2022 года его не стало. Собственно, работа по редактированию данного издания, его работа в качестве ответственного редактора, стала одним из последних его трудов в жизни. Она, эта книга, в некотором смысле, памятник Александру Христиановичу. Это мой научный руководитель моего диссертационного исследования. Несколько слов о содержании книги. Объект, предмет, терминология. Объект исследования – это наиболее крупные и результативные для научного изучения Сибири и развития российской науки академические экспедиции XVIII века. Это путешествие геодезистов I-III XVIII века, экспедиция под руководством Даниэля Готлеба Мессершмитта, Вторая Камчатская экспедиция и экспедиции под руководством академиков Жозефа Николя Делиля и Петра Симона Паласа. Руководствуясь критериями к определению академических экспедиций, к ним относим экспедиции в организации руководства и осуществления которых, включая непосредственное участие сотрудников учреждений в путешествии, была задействована Академия наук. Но также те экспедиции в учреждениях, материалы которых поступили в учреждения и структуры Академии наук для хранения и экспонирования научной реализации. На этом основании к академическим относим, в частности, путешествия геодезистов 1717-1732 годов и экспедицию Даниэля Готлеба Мессершмитта, которые начались до основания Академии наук, но продолжались после учреждения Академии наук и, собственно, передали свои материалы в архив и другие хранилища Академии наук. Исследование сфокусировано на вспомогательном персонале академических экспедиций. Собственно, в монографии впервые сконструирована дефиниция вспомогательного персонала академической экспедиции. Это участники экспедиции, назначенные в ее состав на основании нормативных актов и распорядительных документов, а также по решению руководителя экспедиции для содействия ему в выполнении научных, научных подчеркнуто именно на научной деятельности и сосредоточено исследование. Научная деятельность вспомогательного персонала позволяет отграничить его от обслуживающего персонала. Предмет исследования составляет роль вспомогательного персонала академических экспедиций в научном изучении Сибири. Вот справа на слайде состав академической экспедиции, который был определен в регламентирующих и инструкционных документах, которые сопровождали подготовку и организацию экспедиций Второй Камчатской и Академической экспедиции 1768-1774 годов. В этих документах выделены должности генеральные, то есть управляющие, их составляли, как правило, академики, а они же профессора, и адъюнкты. Адъюнкты – это первые непосредственные помощники академиков, но они также были наделены полномочиями управления отдельными подразделениями экспедиций, и поэтому они вспомогательным персоналом не являются. Должности вспомогательные, или, как о них сказано в документах, вспомощники – это обслуживающий персонал, который к предмету исследования не относится, это солдаты, проводники, толмачи из местного населения, те, кто помогал деятельности экспедиции, но в научной работе не участвовал. И если представитель обслуживающего персонала выполнял научные исследования, такое случалось, то они автоматически переходят во вспомогательный персонал, который, как правило, составляли геодезисты, студенты, переводчики, художники, копиисты, чучельники, таксидермисты. Выполнение функций также прописано в инструкционных документах, но часто представители вспомогательного персонала могли выполнять несколько должностных обязанностей, например, художники работать копиистами, студенты также могли выполнять такую работу, а чучельники-таксидермисты. Такая должность впервые была официально введена в состав академических экспедиций 1768-1774 годов во главе с Петером Симоновым Павловсом. До этого данные должностные обязанности выполнял кто-то из вышеперечисленных представителей вспомогательного персонала. Структура монографии. Монография состоит из трех глав. Заключения, также слов благодарности, списка источников литературы, и списка принятых сокращений. Во введении рассмотрен наряду с уже представленным мной объектом, предметом, основной терминологией, также цели, задачи исследования, которые, как я уже говорил, сфокусированы на изучении научной работы представителей вспомогательного персонала. сказано о новизне. Ее составляют как введение в оборот новых источников, которые как раз репрезентируют вклад представителей вспомогательного персонала в работу конкретной экспедиции и развитие российской науки, так и новизну составляет и методология исследования. В исследовании впервые на конкретном историческом материале апробирована неоклассическая модель исторического исследования. Также в введении дается информация о хронологических и территориальных рамках. Хронологические рамки от 1717 года это первые экспедиции геодезистов и первые научные исследования Сибири. И до 1774 года это завершение экспедиции академика Паласа крупнейшей экспедиции второй половины XVIII века. После этой экспедиции крупных академических экспедиций, значимых для изучения Сибири и репрезентативных для выявления роли вспомогательного персонала не проводилось. Также дается характеристика источниковой базы, очень обширной. Я уже говорил, что много впервые введенных в оборот источников. И обзор историографии. Также многочисленные работы. Историография, то есть история изучения экспедиции начиналась фактически после их завершения и продолжается до сих пор. Многонациональный состав экспедиции как раз детерминировал тот факт, что историография, исследования выполнены на, ну, понятно, основной это русский язык, и также на немецком, английском, французском и других языках. Несмотря на обилие исследований, в них вспомогательному персоналу уделяется меньше внимания. Как правило, на передний план выносятся биография и научная работа руководителей экспедиции, например, Даниэля Готлиба, Мейстершмитта, также руководителей 2-й Камчатской экспедиции Герарда Фридриха Миллера, Иоганна Георгия Гмелина и Петра Симона Паласа, ну и других. Первая глава посвящена выявлению и репрезентации участия представителей вспомогательного персонала в научном изучении Сибири в 1-3-18 века. Это, прежде всего, геодезические работы, исследования материалы экспедиции отрядов геодезистов 1717-1732 года, то есть до 2-й Камчатской экспедиции, во главе с Молчановым, Чичаговым, Еврейновым, Лужиновым, Скобельцыным. Установлено, что геодезисты составили первые карты Сибири и Дальнего Востока на научно-математической основе, которые существенно превосходили по точности чертежи землепроходцев и способствовали формированию верных представлений о географии региона. Но также выявлены ошибки в материалах геодезистов, которые были вызваны, прежде всего, отсутствием методики инструментального определения долгод. Широты инструментально определялись, но долгод инструментально стали определяться только со временем 2-й Камчатской экспедиции. А также погрешностью оборудования используем глазомерных и опросных данных. Эти неточности скорректированы участниками последующих экспедиций, прежде всего, 2-й Камчатской. Первая академическая экспедиция в Сибирь 1719-1727 года под руководством Даниэля Готлиба Мессершмитта. В этом параграфе выявлен вклад представителя вспомогательного персонала Мессершмитта в комплексное научное изучение географии природы и населения Сибири. Это путешествие, первое комплексное путешествие в Сибирь, которое имело обзорную, масштабную программу изучения региона. То есть это уже не узкогеодезические исследования, ну, географические. Это также изучение биологии, этнографии, археологии и других аспектов. Значит, о вспомогательном персонале. Выявлено, что переводчик Крац помог Мессершмитту преодолеть языковой барьер с русскоязычными участниками экспедиции и местным населением. Вместе с Табертом Страленбергом и Шульманом ассистировал руководителю путешествия в археологических исследованиях, осуществлял поиск и сбор биологических, этнографических и археологических коллекций. Художник Шульман выполнил географические изображения вещественных материалов и археологических памятников, карандашные зарисовки сибирских аборигенов и акварели местной флоры и фауны, которые ознобиновались в становлении научной иллюстрации в России. Справа приведены рисунки Карла Густава Шульмана, рисунки томской писаницы, слева на изображение, и уйбатской стелы, по-другому уйбатский ирунический камень. Выбраны для иллюстрации именно изображения археологических памятников, поскольку археологическое исследование и археологические раскопки стали одним из главных результатов экспедиции под руководством Даниэга Гортлиба Мессершмитта. И, собственно, эти результаты, результаты этих исследований позволили назвать его зачинателем курганной археологии в России. Главным помощником Мессершмитта стал шведский капитан Филипп Йоган Таберт фон Страленберг, который был включен в состав экспедиции в Тобольске из числа пленных шведов. В Тобольске было многочисленное представительство пленных шведов, которые отличались достаточно высоким образованием, но, что свойственно во многом и Таберту фон Страленбергу, который выполнил большой спектр экспедиционных работ. Ну вот, на схеме как раз это обозначено. Во-первых, он осуществлял канцелярскую работу, вел переписку с представителями местной сибирской администрации и учреждениями, также вел дневник путешествия и описывал географическим образом маршрут, беседовал с информантами из местного сибирского населения, определял координаты инструментальным способом, ну, здесь имеются в виду, опять же, широты, выполнял разнообразные исследования географические, этнографические, естественно-научные, ну, и про археологические исследования я уже сказал, Страленберг руководил несколькими раскопками. Его результаты научной работы отражены в монографии, титульный лист, который справа, и карте. Собственно, она вот представлена здесь. К достижениям данных работ следует отметить, прежде всего, этнографические сведения, сведения о размещении аборигенного населения на сибирской территории, которые достаточно точны, плюс карты, карта выполнена в научной технике, на современном уровне развития картографической науки в Европе, но карта наряду с точными данными содержит и ошибки, ну, такие наиболее примечательные. Это новая земля, исполненная, ну, вот на севере ее можно видеть, исполненная в виде полуострова огромного, такого вытянувшегося на запад излишне, плюс отсутствие еще точных данных о северо-востоке и дальнем востоке, также повлекло за собой ошибки в отображении данных территорий, в частности, Камчатка излишне приближена к Японии, Курильская гряда, и вообще сложно здесь заметить очень мелкое и малопротяженное. Собственно, эти ошибки будут замечены еще современниками Страленберга, участвовавшим в последующих экспедициях, в частности, их отмечал Герард Фридрих Миллер, один из руководителей академического отряда второй Камчатской экспедиции. Глава вторая посвящена вспомогательному персоналу второй Камчатской экспедиции 1733-1743 годов. Один из главных постулатов данной главы, вспомогательный персонал академического отряда экспедиции работал по единой научно-исследовательской программе изучения географии природы и населения Сибири, отраженной в инструкциях академии и в большей степени в инструкциях профессоров Герарда Фридриха Миллера, Иоганна Георга Гмелина и Людовика Делиля Делакраёра. Ну вот, ниже представлены Герард Фридрих Миллер и Иоганн Георг Гмелиных портреты. Собственно, их инструкции наиболее детальны и они являются основными в отличие от инструкционных документов Делиля Делакраёра, но его участие мы также отмечаем. Изучение географии и естественной истории Сибири отражено в первом параграфе второй главы. Основным видом полевых географических исследований представителей вспомогательного персонала академического отряда экспедиции в Сибири являлись путевые маршрутные описания, которые были двух видов страноведческие и целевые. Студентами Крашенинниковым, Горлановым, Третьяковым переводчиками Яхонтовым, Линденау, геодезистом Ивановым, осуществлявших комплексное изучение Сибири под руководством Миллера и Гмелина, были выполнены страноведческие описания, в которых наряду с географической информацией также присутствует естественно научная информация и этнографические сведения. Но данные работы это именно научные географические описания. Студентами Поповым, Ивановым, геодезистом Макшеевым, которые ассистировали Делилю де ла Краёру, были подготовлены целевые описания, основное содержание которых сводится преимущественно географо-геодезической информации. Здесь больше количественных данных, сведения о расстоянии, о характеристики размеров географических объектов и так далее. Путевые описания представителей вспомогательного персонала академического отряда стали источниками для обзорных географических описаний и карт. Источниками для карт как раз они являются по причине того, что в них присутствуют количественные данные, построенные на инструментальных наблюдениях. Здесь дальше на слайдах примеры путевых описаний из фонда Российского государственного архива древних актов. В данном случае это путевое описание студента Алексея Петровича Горланова и пример путевого описания переводчики Ильи Петровича Яхонтова. Наиболее подробные сообщения о биологические и геологические исследования выполнены Степаном Петровичем Крашененком и Алексеем Петровичем Горлановым. Но научные труды Крашененкова по естественной истории более информативны, носят фундаментальный характер и являются основополагающими для биогеографии и экологии животных и растений в России. И, собственно, эти труды и обозначают становление данных направлений в России. Работа Горланова содержит уникальные естественно научные сведения, которые отсутствуют в работах Крашененкова. Справа портрет Степана Петровича Крашененкова выполнен современным художником Мишариным. Дальше в исполнение в исполнении Иоганна Христиана Беркана. Эти работы дополняют научные труды других представителей вспомогательного персонала и руководителей экспедиции по естественной истории Сибири. Но высокая точность изображений прежде всего это биологические изображения они позволяют считать их отдельным источником информации они неоднократно таковыми являлись в частности Петер Симон Палас сделал первое описание Малины Арктической с рисунка Иоганна Христиана Беркана то есть они являлись и продолжают являться отдельными источниками для составления ботанических и зоологических описаний. Второй параграф второй главы посвящен исследованиям геодезистов геодезистов северных морских отрядов Второй Камчатской экспедиции их имена на слайде справа и геодезистов академического отряда Второй Камчатской экспедиции которую также указаны геодезисты северных морских отрядов картографировали побережье Северного Ледовитого океана от пролива Югорский Шар до Колымского устья и прибрежные акватории залива Карского моря Лаптевых Восточного Сибирского других морей а также впадающих в них реки Опь, Енисей, Лена другие районы Сибирской Арктики от Ямала до Якутии это картографирование также сделано на научной математической основе карты были первыми для многих регионов либо они восполняли неточности и корректировали их предшественников о которых шла речь прежде материковые сибирские и дальневосточные территории также полуостров Камчатка и Курильские острова были картографированы и исследованы геодезистами академического отряда 2-й Камчатской экспедиции высокая точность картографических работ геодезистов академического отряда и северных морских отрядов в сравнении с материалами их коллег предшественников обусловлено применением более совершенного оборудования и методик инструментального определения географических координат по астрономическим наблюдениям внедренных в Россию академиком Жозефом Николе Аделье у него накануне экспедиции стажировку прошло большинство геодезистов участников экспедиции а геодезист Андрей Дмитриевич Красинников был его учеником особо следует выделить работу геодезиста Александра Иванова из академического отряда который определил 46 географических широт но наиболее существенное значение для развития картографии России имеют исследования геодезиста Красинникова и его апробация технологии Жозефа Николе Аделье по определению долгод методами практической астрономии в ходе второй камчатской экспедиции он определил свыше 30 широтных и 10 полных широтно-долготных пунктов собственно эти так вот на слайде слева представлена карта Моисея Ушакова из академического отряда второй камчатской экспедиции карта озера Байкал и справа карта геодезиста Василия Шитилова здесь обозначена территория между Ангарой и Леной материалы геодезистов и прежде всего определения Красильниковым долгод были использованы при составлении академического атласа Российской империи 1745 года и итоговых карт второй камчатской экспедиции выполненных в 1754 и 1758 годах которые наиболее точно для своего времени передают пространство Сибири как раз благодаря определениям Красильникова дальше привожу собственно карты из атласа 1745 года генеральная карта Российской империи и итоговая карта второй камчатской экспедиции которая была подготовлена адъюнк там академии наук труска там под руководством профессора Герарда Фридиха Миллера вот эта карта наиболее точная и поправки к изображениям Сибири будут сделаны только ну вот существенные в конце 18 века в третьем параграфе второй главы исследованы труды и материалы представителей исполагательного персонала по этнографии народов Сибири это выводы каким сделаны выводы работы представителей исполагательного персонала академического отряда второй камчатской экспедиции содержат разнородную этнографическую информацию но труды Крашененникова Линденау Горланова Яхонтова внесли наиболее существенный вклад в накопление этнографической информации и становление этнографии как науки работы путешественников показали несостоятельность дихотомии варварства цивилизации которая доминировала как методологическая основа в работах их европейских коллег на по данным экспедиции была как раз доказана несостоятельность этой парадигмы она со временем будет опровергнута и показана необходимость более вариативной оценочной парадигмы с многоступенчатыми и разветвленными схемами художник Иоганн Христиан Беркан проявил себя в экспедиции как художник этнограф профессионал изобразив бытовые сцены народов то есть коренное население Сибири за их обычными повседневными занятиями на основе собственных экспедиционных исследований трудов и материалов вспомогательного персонала профессор Герард Фридрих Миллер постулировал этнографию как науку во время и по результатам второй камчатской экспедиции третья глава посвящена академическим экспедициям в Сибирь 40-х 70-х годов 18-го века и вкладу вспомогательного персонала в их результаты первый параграф посвящен изучению известия Сибири студента географического департамента академии наук Тобиаса Кёнигсфельса который являлся участником экспедиции академика Жозефа Николяды Лиля ниже приводятся примеры страницы из дневника Кёнигсфельса который стал основным источником как деятельности самого Кёнигсфельса так и источником сведений по истории экспедиции Кёнигсфельс сам стал наиболее деятельным представителем вспомогательного персонала академика Де Лиля выполнил разнородные исследования от географических описаний маршрутов и определения координат инструментальным способом до этнографических описаний рисунков географических и этнографических а также естественно научные описания и исследования академик Де Лиль проявил себя как в экспедиции так и вообще во время своей деятельности в России выдающимся астрономом географом ученым энциклопедистом организатором науки и педагогом которым принадлежит основание первой научной астрономической школы в России в целом астрономия как наука во многом геодезия их становления связаны с деятельностью академика Жозефа Николиа Де Лиля в России второй параграф третьей главы посвящен сравнительному анализу работы вспомогательного персонала экспедиции академика Петера Семена Паласа в Сибирь которая происходила в 1768 1774 года слева портрет Паласа художника Гейслера выполнен в 1803 году в данной главе мы приходим к следующим заключениям что наиболее существенный вклад в экспедиционное изучение Сибири внесли студенты Никита Петрович Соколов и Василий Федорович Зуев впоследствии академики это главные представители научной школы Паласа о которой будет сказано позже студентам Соколовым были выполнены работы по физической географии и геоморфологии это его главные достижения экспедиционные Зуевым были составлены этнографические описания хантов манси и ненцев первые научные описания данных народов подробные включая их северные группы студенты Степан Михайлович Кашкарев исследовал и описал природу и географию Хакасии этнографию индигенового населения а также выполнял ботанические опыты по культивированию растений в саду который был создан Паласом в Красноярске семейная пара таксидермистов Павла и Акулина Шумских Акулина Шумская одна из первых таксидермистов в России и вообще одна из немногих исследовательниц в этот период они хорошо справлялись в путешествии с изготовлением консервации чучел животных птиц рыб а также вели сборы насекомых и минералов для кунсткамеры художники Николай Дмитриев и Даниэль Ренат Ничман выполнили реалистичные изображения сибирских аборигенов флоры фауны археологических памятников населенных пунктов продолжив традицию научных иллюстраций основы которые были заложены Шульманом а продолжены художниками второй камчатской экспедиции работы академика Павлова своего учеников и помощников маркировали становление научных дисциплин естественного географического и общественного направления в России в ходе и по результатам экспедиции оформилась научная школа академика Павлова которая функционировала и по завершению экспедиции ну как я уже говорил главными ее представителями станут академики Никита Петрович Соколов и Василий Федорович Зуев Дальше Дальше на слайдах приводятся примеры рисунков Николая Дмитриева слева это калмыгтский храм Аблайкит и его планы справа рисунки аборигенов Сибири здесь рисунки Ничмана ну собственно слева тушканчик и стурок степной справа изображены В заключении излагаются основные научные результаты монографического исследования в нем во-первых осуществлена апробация неоклассической парадигмы исторической науки предложена дефиниция категории вспомогательный персонал академической экспедиции выявлен общий должностной и реконструирован поименный состав вспомогательного персонала каждой из исследуемых академических экспедиций показан значительный вклад учеников и помощников профессоров в научное наследие экспедиции осуществлена существенная роль вспомогательного персонала в обеспечении географической и предметной масштабности экспедиционных работ реализации целей и задач по изучению географии природы и населения Сибири ее политическому и экономическому освоению репрезентировано участие представителей вспомогательного персонала в становлении различных научных дисциплин таких как этнография ботаника зоология метеорология и исторической динамики российской науки от комплексной к дисциплинарной организованной установлено что развитию науки и образованию в России в изучаемый период способствовали выдающиеся представители научного сообщества Степан Петрович Красинейников Андрей Дмитриевич Красильников Николай Петрович Соколов и Василий Федорович Зуев подготовлены в экспедиции из представителя вспомогательного персонала ставшие новыми представителями научного сообщества России доказано что академические экспедиции в Сибирь являлись фактором развития науки и модернизации России принцип историзма на котором основано издание конечно адресует его прежде всего историкам но междисциплинарная направленность монографии позволяет надеяться что оно заинтересует также этнографов биологов историков науки меня все благодарю за внимание спаси на самом деле не три экспедиции геодезистов несколько экспедиций это первый параграф первой главы там несколько экспедиций но почему сосредоточено внимание именно на избранных экспедициях я комментировал как я говорил об объекте это наиболее крупные экспедиции для изучения Сибири для развития науки но собственно они репрезентативны для изучения предмета который был избран в данном исследовании экспедиции были репрезентативны российским правительством а теперь они были динерсами России да это российские экспедиции у меня такой вопрос а каким образом вы поделили на вспомогательных участников и основных участников то есть студенты это вспомогательные а ну это сделан не я это сделано в документах в источниках того времени организационные документы экспедиции где были выделены должности генеральные управляющие это профессора и адъюнкты управляющие генеральные по документам вспомогательные да они названы вспомощники были в документах вспомощности да помощники вспомогательные это уже важно это да но я говорил в начале своей презентации о том что я отграничиваю вот внутри вспомогательных должностей вспомогательный персонал собственно который занимается научными исследованиями помогает профессорам и адъюнктам в выполнении научной работы и обслуживающий персонал который способствует деятельности экспедиции это я говорил солдаты вожи проводники которые просто осуществление экспедиции способствуют но наукой не занимаются если обслуживающий персонал начинает заниматься наукой такие примеры есть то тогда он тоже относится к вспомогательному персоналу текущим поехал транспортным рабочим а потом стал такое есть есть и представители аборигенного населения которые потом стали заниматься наукой студенты становились академиками то есть вот профессора они наряду с руководством экспедиции то есть наряду с организацией научных исследований они еще вели научно образовательную педагогическую работу в ходе экспедиции под руководством Миллера Гмелина Делиля Паласа были подготовлены собственно академики либо выдающиеся исследователи в будущем да это основа доктор ну пока тему мне сложно сказать нет академические экспедиции роль вспомогательного персонала да то есть в наследии академических экспедиций вот выбрана именно доля вспомогательного персонала ну то есть их материалы но есть руководители ну вот в начале презентации я говорил об ответственном редакторе он же научный руководитель моей диссертации Александр Христиан Челлер вот он к сожалению в ноябре прошлого года ушел из жизни вот он занимался как раз руководителями и прежде всего Миллером ну вот его наследием то есть в том числе развивал тему становления этнографии как науки в России в трудах Миллера вот ну вот у нас было с ним разделение вот он брал руководителей немецкоязычных прежде всего там вот Миллер Гмеллин Палас вот а я как раз их помощниками но помощники я не хочу сказать превзошли но некоторые вышли на уровень профессоров ну вот например геодезист Красильников он работал на уровне Луи де Лиля де Ла Краёра профессора астрономии в чем-то и превзошел то есть вот профессор астрономии определил там ну всего несколько долгод пунктов а Красильников как я говорил 10 таких то есть вот некоторые из них определялись в суровых условиях например в Якутске для определения долготы собственно города ему приходилось многократно проводить наблюдения за спутниками Юпитера когда ну в Якутске бывает минус 50 то есть вот в такую погоду он ежедневно вынужден следить вот и когда это явление произойдет Дальнейшее направление это ну собственно включить в аналитику работы руководителей экспедиции и плюс еще здесь за пределами объекта остались правительственные экспедиции правительственные экспедиции это те мероприятия которые в которых Академия науки не участвовала ну вот здесь главный Демиурк это Академия наук она организовывает направляет своих представителей получает результаты и систематизирует их в общем каталогизирует экспонирует а были еще экспедиции которые организовывались непосредственно сенатом адмиралтеев с коллегией ну и другими учреждениями они не менее масштабны вот одна из таких экспедиций последует после путешествия вот Академика Паласа это северо-восточная географическая и астрономическая экспедиция которой руководили Сарычев и Биллингс говорил Андреевич Сарычев российский мореплаватель и Джозеф Биллингс англичанин на русской службе собственно они сравнимы эта экспедиция сравнима по масштабам со второй камчатской экспедиции то есть здесь тоже огромный массив материалов большой спектр для исследований и перспектива здесь же мы желаем вам дать больших успехов ваших наград в каком году 2023 весной этого года нет почему это мое упущение видимо ну давайте тогда вы слушите нам следующий будет показать потому что у нас два года мы приглашаем вас к участию в нашем курсе в группе в группе в группе в группе в группе желаем вам дать еще спасибо большое спасибо вам за приглашение очень приятно спасибо